доброе утро коллеги доброе раннее утро сейчас на хаве 5 часов утра мы продолжаем наш разговор о таком важном аспекте плавание плавание спортивным двухударным кролем как техника работы рук напомню вам что продвижение вперед на 80 процентов осуществляется за счет корректной работы рук работа ног осуществляется исключительно для того чтобы поднять тело в воде выровнять придать ему горизонтальное положение и облегчить нам продвижение вперед в результате эффективного грибка руками напоминаю базовые вещи мы вытянуты в воде грибок руками осуществляется высоким локтем высоким локтем высоким локтем никаких вот таких вот грибков это низкий локоть локоть должен быть высокий вот оно положение дальше важная вещь видим до руки мои вот я нахожусь фазе скольжения вот мой локоть проворачивается начинается смотреть вверх и уже вот таким вот образом я осуществляю захват воды захват воды грибок пронос грибок пронос и так далее для того чтобы поставить себе корректную работу рук мы должны и можем использовать ряд тренажеров ряд инструментов об одном из них я вам уже рассказывал в прошлом выпуске это эспандер эспандера для отработки правильное положение руки для отработки силы наших движений следующий тренажер который нам понадобится лопатки вот так вот они выглядят вот так вот они выглядят вот такая вот красота лопатки бывают разного размера но в основном там на мужскую и женскую руку это соответственно мужские таким вот образом мы вставляем руки лопатки и таким вот образом мы начинаем отрабатывать наши грибковые движения 1 1 1 1 для чего нужны лопатки лопатки нужны для того чтобы создавать большее сопротивление для того чтобы мы могли с большим сопротивлением натренировать наши мышцы которые понадобятся нам для исполнения вот этих вот самых грибковых движений пресловутых лопатки за счет значительно возросшего сопротивления дают нам очень мощное продвижение после каждого грибка и мы ощущаем то как мы движемся то как наши усилия приводят к результату то как мы начинаем плыть мы тренируем правильное положение рук для этого мы узнали что такое правильное положение рук для этого мы провели полчаса перед зеркалом посмотрели за красивенько у меня все а вот так так для этого мы поработали с эспандером напрягли нужные группы мышц теперь мы знаем где у нас эти группы мышц мы их прописали как бы да у себя в мозгу в этих нейронных связях между мозгом и нашим телом потом мы попробовали просто поплыть потом мы взяли лопатки ощутили наше движение а это основа основной инструментарий который поможет нам поставить корректную правильную работу рук есть еще вспомогательный инструментарий который может нам помочь это фронтальная дыхательная трубка тоже компания аквасферы она нужна нам для чего она нужна нам для того чтобы мы могли сосредоточиться на отработки техники рук и не обращать внимание не тратить силы на необходимость дышать понятно да потому что но зачастую для человека впервые обучающегося плаванию основная проблема это научиться совершать корректный вдох потому что большинство из нас по привычке пытается делать вдох подняв голову из воды ребята это неправильно вдох у нас не лысо таки вот образом базовая вещь запомните мы должны делать вдох например на левую сторону тогда когда у нас правая половинка очков находится в воде таким вот образом мы дышим не таким а вот уверяется то что как когда мы находимся в скорости мы перед собой толкаем воду и у нас образуется волна которая идет вот таким вот образом и у нас более чем хватит места для того чтобы совершить корректный нормальный вдох запомните одну простую вещь для того чтобы сделать глубокий вдох предварительно нужно сделать глубокий выдох поэтому не забывайте выдыхать это важно это очень важно поможет вам в этом дыхательная трубка важность ее переоценить сложно потому что плавание это цикличный вид спорта прежде всего в плавании мы должны поставить правильные движения осознать правильные циклы и осознать правильные фазы из которых состоит каждый цикл и научиться все это надлежащим образом соединять это колобашка для чего нам нужно вот эта колобашка это плавучий элемент и колобашка нам нужно для того чтобы мы могли зажав ее между ног обеспечить нашему телу плавучесть чтобы ноги у нас всплыли и мы могли совершенно спокойно опять-таки сосредоточиться уже на движение рук отключив ноги и не обращая на них внимания никакого они просто плывут за нами по поверхности воды у нас правильное вытянутое положение тела в воде и мы спокойненько гребем руками потому что нас интересует техника рук уникальность данной колобашки заключается в чем заключается в том что например она может использоваться как колобашка она же может использовать как тик как кикборд вот такая вот история начнем мы с лопаток для плавания я надену их на руки но и проплыву по 50 метров а просто двух ударным кролем двух ударным кролем с трубкой чтобы показать как работает трубка и двух ударным кролем с колобашкой и и Субтитры создавал DimaTorzok Мы тренируем движение рук. Тренируя движение рук мы помним следующие вещи. Движение рук должно быть плавным. Почему плавным? Потому что любое слишком резкое, слишком мощное движение вызовет возникновение пузырей вокруг руки. Мы плаваем в воде, мы отталкиваемся от воды. От пузырей оттолкнуться практически невозможно. Попытки мощных, чрезмерно интенсивных, чрезмерно активных грибков, когда на руках возникает кавитация или просто мы захватываем по пузыри сверху, это все неэффективно. Плавец плывет в воде. И вот должно сопровождать минимально возможное количество пузырей. Субтитры создавал DimaTorzok